Впервые с момента реставрации в выставочном зале Тверского краеведческого музея открылась выставка «Калинин 1941 года. Люди, артефакты, информация». Она посвящена 80-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Исторические события показаны через предметы изобразительного искусства, живопись, графику, скульптуру и фотографии. С экспозиции познакомилась Наталья Чекет. 16 декабря 1941 года. Важнейшая дата в истории Твери. 80 лет назад Калинин, как тогда называлось Тверь, был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Памятной дате посвящена выставка. Практически каждый экспонат на ней уникален. Здесь представлен портреты, личные вещи Ивана Конева, командующего войсками Калининского фронта, а в последующем маршала Советского Союза. Экспонаты для музея предоставила его дочь Наталья Конева. Отец получил новое назначение. Поначалу он отражал немецкие удары. Уже это был какой-то опыт на Западном фронте, как командующий Западного фронта до 12 октября. А затем был переведен сюда, в Калинин. И как он с юмором, хотя и, надо сказать, с таким достаточно горьким чувством говорил, что Калининский фронт начинался с меня, с шифровальщика еще двух офицеров, которые выдвинулись сюда. Войск еще, на которых он мог бы опираться, не было. Ему нужно было собирать войска. Еще один экспонат выставки – работа художника Андрея Дроздова. Маршал Конев «Спасение из ада». На картине изображена сцена спасения войсками Конева работы Рафаэля Сикстинской, Мадонна из Дрезденской картинной галереи. Работу привезли специально для выставки и демонстрируют впервые. Картина – это образ полководца, несущего добро и победу на основе всех наших предков, которые когда-то побеждали от святого Александра Невского, святой княгини Ольги. Всех их объединяла эта внутренняя чистота и сила духа. Маршал Конев, он и предстал в моей картине именно с Мадонной Сикстинской. На торжественном открытии выставки присутствовали представители власти, историки и общественные деятели. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Тверской городской думы Евгений Печуев. Конечно, эта выставка, она знаменательна и тем, что наши гости, наши жители, могут именно познакомиться с теми событиями, которые проходили 80 лет назад. Выставленные здесь работы и экспонаты, они некогда уникальны. Огромное спасибо особенно организаторам, которые привели очень большую кропотливую работу. Отдельное место занимает документы и публикации газет именных журналистов, а также экспонаты, которые в свое время были украдены и вывезены в Германию и возвращены на родину в 2012 году. Это коллекция медно-литых икон, складней, крестов, декоративно-прикладного искусства, образцы древнерусской живописи, а также большая часть составляла археологическое собрание Тверского музея. Бесспорно, это, во-первых, уникально то, что вернулось в таком большом объеме и количестве. На выставке представлен каталог рассекреченных документов особых отделов НКВД Калининского фронта. Армии в него входивших, переводы документов, соединений вермахта, воевавших в районе Калинина. С материалами посетители смогут ознакомиться с помощью сенсорного киоска.